Окраины Петропавловска постепенно начинают подтапливать талыми водами. С неудобствами уже столкнулись жители микрорайона Береке. Там забиты ливневки. Между тем, коммунальные службы города ведут усиленную борьбу с засорами в канализации. Подробности у Ирины Панфиловой. Жители Береке района на окраине Петропавловска весну ждали с опаской. Знали, как и в прошлые годы, окрестности затопят талыми водами. Конец марта на улице Калинина уже не пройти, не проехать. К нам не скорая, не дай бог пожар, загоримся. Нам никто никогда не подойдет, не подъедет. Сейчас подождите, это еще цветочки, ягодки еще будут. Это здесь вообще будут лужи. И вот ребенка перетаскиваю. Каждую весну в маленькую Венецию превращаются и другие улицы окраин Петропавловска. Основная причина – забитые ливневки. Вот уже которую неделю коммунальные службы города борются с заторами. Своих сил недостаточно, поэтому на помощь пригнали российскую каналопромывочную технику. У нас на данный момент 92 километра ливневок. Из них 48 закрытого типа, 44 километра открытого типа. На данный момент открытого типа ливневки уже произведены очистки 90%. В данный момент работает 10 единиц техники. В этом году, по словам чиновников, на очистку закрытой ливневой канализации города из областного бюджета направили 20 миллионов тенге. А вот кардинально решить проблему с забитыми ливневками планируют в ближайшие годы. Для рабочего поселка у нас разработаны две проектные документации на строительство, на реконструкцию ливневой канализации по улице Украинской и Панфилова. Общая стоимость данных проектов – более 360 миллионов тенге. Но когда будут реализованы проекты, пока неизвестно. А пока, чтобы не допустить подтопления жилых домов, в Петропавловске работает аварийная бригада. Вызвать специалистов для откачки воды можно круглосуточно. Всего на противопаводковые мероприятия в областном центре предусмотрели 40 миллионов тенге. Ирина Панфилова, Тулиген Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Итоги дня. Петропавловск.